Есть в московском районе здание, которое выделяется своим футуристическим дизайном на фоне окружающих домов. Это ДК Птицеводов. Еще в 80-м его построила птицефабрика. Но не сразу. Сначала возвели район, где жили сотрудники. В народе даже юбилейную улицу прозвали Птичный, говорит краевед Игорь Канаев. Решили не останавливаться только на жилищном строительстве и решили выбрать подходящий проект Дворца культуры. Это именно Дворец. То есть один из лучших проектов в Центральной России именно для таких поселков небольших, как поселок Птицеводов. Со спортивной частью, с культурно-массовыми разными кружками и кинотеатром. Дворец хотели украсить необычно. Приближалась очередная праздничная дата, связанная с космосом. На том и порешили. И если здание снаружи рязанцам знакомо, то внутри были далеко не все. У нашей съемочной группы появилась уникальная возможность пройтись по его коридорам. Так называемый зеркальный зал, где занимались хореографией, балетом можно заниматься. Огромные окна, много воздуха, света, аппараты, снаряды, как они называют, для занятий. Очень удобный зал, с красивыми шторами, вообще будет и красота. То есть если учесть, что у нас получается целых пять школ и несколько садиков, то вообще идеально для деток всего нашего московского. По этому помещению никто не ходил, кажется, уже много лет, за исключением местного сторожа. В кабинете директора даже остались календари за 2013 год. Год разорения птицефабрики. С того момента бильярдные столы и пианино покрылись пылью, а в спортивном зале не играли в мяч. И о том, чтобы здание открылось вновь, уже давно просили местные жители. На Московском, кроме Дворца культуры Сельхозакадемии Минекосычева, который ведомством является дворцом, пойти больше некуда. Разве что библиотеки детские и вот этот дворец. Вот вся культурная составляющая этого огромного жилого района, рассчитанного на 75 тысяч жителей. В 2020-м здание за 25 миллионов рублей выкупил регион. Тогда же эксперты оценили его техническое состояние. Разрабатывается проект капитального ремонта. Строители рассказали, что начнут со спортивного зала. Сюда уже привезли материал. Работы пройдут и снаружи. У Рязани уже есть хорошие примеры восстановления старых зданий. Дворец молодежи, который раньше был ДК нефтяников. Музыкальный театр, бывший клуб строителей. И жители надеются, что Птичник пополнит этот список. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город.